Всем добрый день! Сегодня мы поговорим о наболевшем. К сожалению, ситуация, которая сложилась в мире в 2020 году и повлекла за собой требования, определенные по, например, ношению средств индивидуальной защиты повсеместно, привело к тому, что у людей, даже не склонных к воспалениям, стали появляться воспаления в нижней части лица, как правило, которая закрыта маской, и даже такое явление приобрело свое название и стало называться маскне, то есть акне от маски. Увы, это действительно так и есть, это не миф, и такая проблема существует. Чаще всего, конечно, причиной является то, что маски, которые носят обычные люди, а не медики, они различного качества, из различных сделанных материалов, и не всегда эти материалы дружественно относятся к коже. И сейчас я хочу просто сакцентировать внимание на том, во-первых, как максимально обезопасить себя от этого явления, потому что с масками мы похожи надолго, вот, и надо как-то приспосабливаться. Уже, конечно, понятно, что об этом говорится чуть ли не из каждого утюга, но есть некоторые правила, которые, ну, лично я, например, для себя считаю основными и хочу поделиться своими мыслями на тему, как все-таки предотвратить вот это вот маскне, по крайней мере, по возможности, насколько это реально вообще сделать. Ну, во-первых, начнем с того, что маски бывают разные. Есть самые обычные медицинские маски, которые, кстати, надо их правильно одевать, чтобы сориентироваться, можно обращать внимание на проволочку, которая вшита в верхней части, и там, где она больше контурирует, это как раз место должно прилегать к лицу. Маска должна прилегать хорошо, но желательно, чтобы она, как говорится, не елозила по коже. Но эти маски самые такие безобидные, можно сказать. Есть маски из различных других материалов, потому что понятно, что многие стремятся к многоразовости. Конечно, многоразовых масок тоже ассортимент большой. Я, например, тоже ношу многоразовую масочку, стираю ее ежедневно, проглаживаю. Вот такую вот. И она у меня из хлопка сделана, то есть дышит хорошо. И, собственно, есть маски тоже почти многоразовые, класса FFP2, которые, кстати, сейчас в Европе в некоторых местах, областях, регионах вообще обязали носить, а если такую маску не носишь, тебе штраф. Поэтому как-то надо приспосабливаться. И есть маски, которые сделаны из синтетических материалов, то есть это какие-то немнущиеся материалы, типа неопрена, или это полиэстер, или это вискоза, либо это какие-то смесовые ткани, да, акрил, нейлон. И вот эти маски как раз, они самые небезопасные для кожи, потому что они очень сильно создают парниковый эффект. И когда мы находимся достаточно длительно в этой маске, вынуждены, то кожа потеет, создается влажная, тёплая среда, которая является наиболее благоприятной для всяких условно-патогенных и патогенных микроорганизмов. И поэтому как раз и возникает вот эта проблема, которую называют маскне. Поэтому первое правило – это выбирать маску всё-таки по возможности более дружественной кожи. То есть она должна быть либо хлопковая, многоразовая, либо одноразовая, менять её надо каждые 2-3 часа. Либо это хотя бы должен быть какой-то гладкий материал, который не будет раздражать кожу механически, ну какой-нибудь шёлк, хотя бы, да. И, соответственно, вот на это стоит обращать внимание. Соответственно, многоразовые маски, как я уже говорила, надо стирать ежедневно и проглаживать, чтобы там не оставалась микробная флора, которая будет вызывать воспаление. Что же делать нам, второе правило, вообще с кожей в этот период? Такой очень важный момент. Многие пытаются какие-то барьерные средства наносить на кожу, когда носят маски. На самом деле это не совсем правильно, потому что барьерные средства, например, тот же самый вот наш любимый гель Церамид Скинсейвер, которым мы защищаем кожу от мороза очень часто зимой. Вот сейчас эта зима, эта новинка вышла. Как раз многие очень хорошо оценили его именно как защитное средство от перепадов температур. Но, опять-таки, если мы защищаем кожу, то место, где у нас будет надета маска, желательно, конечно, не покрывать средствами, которые содержат в составе масла, силикона и прочее, потому что они тоже будут давать окклюзию, окклюзия будет способствовать развитию вот этого парникового эффекта под маской. То есть, если бы маски не было, все было бы хорошо. А так как мы открываем маской, то, увы, это место будет тоже потеть, будет нарушаться газообмен и прочее. Поэтому средства какие-то уходовые, особенно плотные, не надо наносить на то место, где у вас будет маска долго находиться. Что можно наносить? Во-первых, самое важное, это, так как кожа у нас страдает все-таки от какого-то негативного воздействия, нам нужно наиболее мягкий использовать уход. То есть, и, в частности, очищающие средства надо вообще, как бы, уходовую рутину сдвигать в сторону мягкости, деликатности, как будто мы ухаживаем за чувствительной кожей. То есть, поэтому какие-то более жесткие умывающие средства надо заменить на средства с мягкими палами, то есть поверхностно-активными веществами, например, гель очищающий использовать. Обязательно после умывания использовать тоник. И в данном случае нам хорошим помощником будет тоник с кислотами. Например, АХ-тоник наш. Ну, не обязательно наш. Главное, чтобы у него был кислый ПАЖ. Потому что кислый ПАЖ любит нормальная микрофлора, а щелочной, к сожалению, способствует развитию условно-патогенной и патогенной микрофлоры. Такой, как, например, клещ-демодекс или пропионобактерия акне. Что еще важно? Если мы планируем носить маску большую часть своего дня, то можно это место протереть как раз тоником, а уже уходовое средство на нижнюю треть лица не наносить. Зато, когда мы уже вернулись домой и больше маску носить не планируем, тогда как раз нужно интенсивно поухаживать за этой зоной, подкислить ПАЖ, опять-таки, но уже уходовыми средствами. Например, взять сыворотку Альфа-Дерм с миндальной кислотой и другими АХ-кислотами. Либо попроще вариант использовать пектиновый гель, который можно круглогодично вообще использовать, не заморачиваясь с солнцезащитой. Он содержит цитрусовый пексин и тоже имеет ПАЖ 3,5. И в вечернее время как раз на ночь использовать эти средства. Естественно, если кожа склонна к сухости, очень чувствительна и хуже переносит кислоты, Альфа-Гидроксикислоты, тогда отдаём предпочтение пектиновому гелю, например. Если она хорошо переносит кислоты, и наоборот, даже они ей показаны, когда кожа грубая, с гиперкератозом, особенно, или жирная, комбинированная, то Альфа-Гидроксикислоты и в частности миндальная кислота, которая сама по себе очень сильным антибикробным действием ещё обладает, будет как раз то, что надо. Что ещё можно использовать? Есть средства противовоспалительными компонентами, то есть это, например, сыворотка Стопакне с азолаиновой кислотой, и она как раз показана тем, у кого кожа именно склонна к воспалениям, то есть изначально даже, невзирая на маски. И тогда можно на участке кожи с воспалениями, или если они уже вышли на поверхность, использовать как раз азолаиновую кислоту в виде сыворотки Стопакне. Ещё вариант какой? Можно использовать для регулярного отшелушивания кожи энзимную пектиновую маску, и она тоже будет подкислять ПАЖ. Кроме того, важно, что микробиом при этом, при вот этой всей агрессии внешней среды, в том числе парникового эффекта от маски, конечно, нарушает деятельность нашей микрофлоры, она страдает. Поэтому микробиом тоже надо поддерживать. У нас есть для этого сыворотка пробиоскин, спрей пробиотиками, с лизатами бактерий, с анулином, с альфаглюканом. Её как раз можно тоже вводить в уход и использовать её, допустим, например, с утра, в те дни, когда вы не собираетесь носить маску, или хотя бы не наносить туда, где вы будете закрывать тканью лицо, либо чередовать её с кислотной сывороткой, потому что, например, кислотная сыворотка не всегда нужна ежевечерняя, её можно использовать 2-3 раза в неделю, а, например, в другие дни использовать пробиоскин. Поэтому выбор достаточно большой. Основное правило – это кислый паш, это поддержка микробиома, это не создавать парниковый эффект, это выбирать те маски, которые будут дружественны к коже, и обязательно, чтобы они были чистыми, высушенными, проглаженными, то есть следить за гигиеной. Опять-таки вспоминаем сразу про одноразовые полотенца, про проглаживание наволочек, если такая проблема нас постигла, и это тоже основное правило вообще людей, жизни людей с проблемной кожей, и, к сожалению, многим приходится следовать этим же правилам, не обладая изначально проблемной кожей. Ещё такой небольшой лайфхак я в этом видео решила сделать. Если вдруг у вас там нет маски, или вы потеряли, но у вас есть шейный платочек, я где-то видела очень хороший такой, ну, можно сказать, юморной лайфхак, но достаточно жизненный, как из шейного платка и двух канцелярских резинок сделать маску. Вот в конце видео я попробую вам это воплотить. А может быть, кому-то пригодится. Тем более, что шейные платочки бывают из натурального шёлка, который как раз является материалом, который дружественной кожи, он не царапает, не разражает кожу, он очень гладенький, поэтому, может быть, кому-то это даже придётся взять на вооружение, или захочется взять на вооружение. В этом видео мы решили снова провести конкурс и разыграть нашу новинку барьерный гель Ceramide Skin Saver, который как раз очень актуален сейчас в холодное время года. Для того, чтобы выиграть этот препарат, такие же условия, как и в прошлый раз, подписаться на наш канал, если вы ещё не подписаны, поставить лайк этому видео, и главное, написать какой-нибудь интересный комментарий. И через некоторое время, может быть, через 1-2 выпуска, мы выберем победителя, который получит гель Ceramide Skin Saver. Участвовать могут жители Российской Федерации, ну, чтобы мы хотя бы имели возможность подарок вам отправить. Участвуйте! Для того, чтобы сделать импровизированную маску из шейного платка, лучше, конечно, чтобы платочек был немножко поменьше, чем у меня, но я попробую показать на том, что есть. Складываем в несколько слоёв наш платочек, берём две обычные канцелярские резинки, продеваем, оставляем место как раз величиной смазку приблизительно, и одну половинку нашего платочка вкладываем в другую. Получилась вот такая вот штучка. Сейчас я её надену. Лучше, чем ничего. И можно, в принципе, если есть натуральный шёлковый платок, сделать для себя такую вот масочку. В общем, на этом видео можно закончить. Подписывайтесь на наш канал. Если оно было полезным, я буду благодарна за ваши лайки и комментарии. И на все вопросы готова ответить под видео. Подписывайтесь на наш канал. И на все вопросы готовы. Продолжение следует... Продолжение следует...